Смотри, даже подкрыло кнопку, вон, залезь, посмотри, вот это отдача, там он, вон, видишь, это вижу, да. Мы тут немного поспорили, поэкспериментировали, порвали пару веревок. Как говорится, в споре рождается истина. Предмет нашего спора был узел булинь. Для начала будет правильно немного рассказать об этом узле и показать, как он вяжется. А после, собственно говоря, и показать, к чему привел наш эксперимент. Узел довольно популярный в морском деле и среди людей, которые в работе или в спорте пользуются веревками. Булинь или беседочный узел. Один из основных и наиболее древних узлов общего применения. Иногда его называют королем узлов из-за своей простоты и универсальности в применении. Известный факт, веревка рвется в месте, где завязан узел. Булинь снижает прочность веревки от 25 до 40%. Основное его преимущество заключается в легкости развязывания после больших нагрузок. Он несложный и легко вяжется. Но из-за некоторых событий, связанных с гибелью людей, международная организация запретила его использовать в промышленном альпинизме. Ну, теоретически этот узел должно было затянуть максимально, да, чтобы я его не мог развязать. Ну, правда, да, веревка мокрая, конечно, его подзакусило, не спорю. Но все равно я его развязываю. Как завязать правильно узел булинь. В качестве опоры буду использовать ствол дерева. Обвожу веревку вокруг. У нас получается два конца. Один, на который будет приходить нагрузка и свободный. На свободный оставляем около метра, чтобы потом можно было спокойно сделать контрольный узел. Контрольный узел или стопорный предотвращает развязывание основного узла и дает дополнительную надежность. На веревке, которая будет под нагрузкой, делаем петлю. В эту петлю просовываем нижнюю часть веревки. Берем свободный конец. Продеваем и затягиваем. Узел булинь готов. Как по мне, булинь сам по себе надежный узел. И у меня никогда не развязывался. Но для большей надежности и безопасности я следую рекомендациям. Какой и как завязать контрольный узел, вариантов много. Я вяжу баррел. Теперь, как завязать баррел. Свободным концом делаем два оборота вокруг веревки. Второй оборот делаем накрест и продеваем конец слева направо, затягиваем. Я сам все завяжу. В общем, у нас тут с Ваней возник спор. Давай. Насчет узла булинь. Я не исключаю того, что... Есть вероятность того, что этот узел может закусить и вследствие потом не развязаться. Ой, давай это самое. Это был не спор, а вопрос. Ты доказывал, что такое возможно. Я не исключаю. Я доказал, что булинь, если хорошенько затянуть, то его потом хрен развяжешь. Даже... Вяжи правильный булинь, ставь машину на нейтралку и на ручник. Вот. Завяжи только покороче. Вяжи что хочешь, мне бы барабанну. Булинь, булинь. На, вот второе. Ну, погнай. Ну, давай. Удиви меня. О, нормально. Еще давай пару раз. Ты меня прям, Ваня, удивил. Я прям вот... Ну, не знаю. Мне так тяжело развязывать этот узел. Ну, я не знаю. Ну, давай. Ну, может, хотя бы этот затянется нормально. Ну, блин. Ну, как такое возможно? Я не представляю. Как? Возможно, при критической нагрузке веревка, когда идет на разрыв, может, ее и закусит. Ты веревку порвал своим кольцом? У него углы острые. Ну, да. Хороший был коротыш. 12 миллиметров на 4 тона. Что, он прям порвался еще? Ну, вот. Да и это ерунда. Ерунда. Ну, все, эту веревку использовать нельзя. Смотря где это. Углы острые. Давай карабин поставим сюда. Все, минут 10 прошло, да? Да, пошли проверять. Веревка намокла. Ну, блин, она не намного тяжелее стала. Ну, а ты хочешь, чтобы она... Ведро воды вся впитала, что ли? Истина рождается в споре. Так, все. Можешь дергать. Ты сильней? Удиви меня. Эх, порвал. Эх, обидно, конечно. Она по машине пьет. Она по машине лупит, что ли? Ну, да, так и есть. Офигеть. Эксперименты закончились, блин. Ну, и что это вытекло? Антифриз? Да, бычок лопнул. Ни фига она зашла. Чего лопнул-то? Да, бачок у тебя лопнул. Ну, ладно, самое интересное. У меня желтая жидкость, а не зеленая. Антифриз, значит. Ну, а откуда он вытекает? Ну, ладно. Смотри, булинь. Чего? Развяжется? Развяжется, да. Эх. Офигеть. Ничего себе. А что хоть произошло-то? Антифриз ван. Не, бачок лопнул. Вон он, разбит. Вон. Бачок, омыватель разбит вдребезги. Он же там под бампером. Ну, а омыватель-то фигня. Бампер и бачок. Где-то так тысяч на 10. Набежало. Ну, нормально. Стандартная ситуация. Поэкспериментировали, блин. А, это что за трубка? А, это тут бампер. Что-то усилит. Короче, хрен с ним. Бампер новый, бачок новый. Все, и все будет опять-то работать. Студим тут это самое. Чуть подошьем, и все будет нормально работать. Это что-то типа этого. Блин, страшная, конечно, история, но... А что делать? Ну, история как история. Я еще подумал, помнишь? А, как ты можешь помнить, я не озвучил. Эксперимент удался, но... Какими последствиями? А, тут и это еще сломано, видишь? Ваше мнение по этому поводу. Да и хрен с ним, да? Вау, видишь, как прошило. Мы очень старались, даже порвали две веревки. И немного перестарались, давая критическую нагрузку. Прилагаемого усилия было более чем достаточно. Но затянуть узел нам так и не удалось. Все. Готово? Да, теперь точно все. Сделаем. С утра пораньше встал, в магазин сбегал за бампером. Срок минуты готов. Все, бампер целый. Бачок целый, бампер целый. Погнали дальше. Погнали дальше создавать себе проблемы, чтобы потом героически их решать. Анекдот в тему. Висят два альпиниста. Мальчик-девочка. Мальчик, естественно, снизу. Девочка нашла уступ, пытается закрепиться. Мальчик снизу. Маша, вяжи булинь. Сейчас попробую. Не надо пробовать, вяжи 15 бантиков. Не надо пробовать, вяжи 15 бантиков.